Всем профита, с вами Кирилл Эмонс. Устраиваемся поудобнее, чайочек, кофеечек, хорошее настроение и полетели ближе к делу разоблачать сегодня эту корпорацию зла под названием CoinList. Все вы знаете данную площадку, самая известная площадка по пресейлу самых крутых иксов и самых крутых монет для хомячков, в том числе и меня. Друзья, сегодня мы с вами поставим одну жирную точку в этой истории. Я больше этой дичандрой пользоваться не хочу. Итак, у нас запустился здесь неон, все его купили, все были радостны. И тут такие шикарные параметры в токеномике, и мы все были очень довольны. Ё-моё, пообещали же, давайте посмотрим, что у нас в токеномике только 5% монет, это Public Sale на CoinList, будет разлочено 17-го числа. Мы с вами получим эти монеты по самым высоким ценам и сможем выйти, потому что мы рискуем больше всех, а у остальных Локи больше года. Не тут-то было, CoinList считает, что они умнее всех. Сегодня Кирюха вам покажет свою конспирологическую теорию, как CoinList заработал кучу бабок, ну а хомяки остались не у дел. Я за свои деньги не переживаю, потому, друзья, просто сегодня развалим кабину этим пацанчикам. Итак, 5%, вроде бы 5%, давайте откроем калькулятор и попробуем посчитать, друзья. У нас у них общая, по сути, циркуляция, доступная в будущем, будет миллиард монет. Давайте с вами посчитаем, да, раз, два, три, миллиард монет. Берем миллиард монет и множим на 0,05. Итак, 50 миллионов монет. Но, само собой, компания CoinList берет процент за то, что они вас здесь листят. Я думаю, и по моим каналам связи, это примерно 5%, они берут ровно себе. Множим еще раз на 0,05. Это лично их монеты, все остальные монеты, это монеты, которые будут розданы нам с вами, хомячкам. Итак, друзья, в общем, простые цифры, запомните данную цифру, она будет дальше фигурировать. И, друзья, само собой, все объявляют, что будет листинг. Биржа Bybit, биржа Gate объявляет, что у нас в 17.00 будет листинг. Выходит монетка, и 75 центов она стоит на пике. Прикольно. Вопрос, а кто продает, если ни у кого нет монет? Давайте посмотрим. Я поставил свои монеты на вывод. В течение 4 часов, 4 часа ни у кого не было монет на балансе. Если вы думаете, что это ваши монеты, что на Token Generation Event, как вообще, в принципе, должно быть. Когда происходит TGE, всем, кто есть в этом смарт-контракте с правилами вестинга, должны отдаться монеты. Чтобы не было нечестной конкуренции, чтобы всем было роздано в одно и то же время. Друзья, я вас удивлю. Есть люди, у которых до сих пор нет монет на балансе. И то, самое главное, данный баланс, это не ваш, по сути, баланс. Это циферка на платформе CoinList. Как это, в принципе, проверить? Друзья, нажимаем депозит. Забираем вот здесь во вкладке депозит наш кошелек. Итак, друзья, и вбиваем его на Solscan. И давайте посмотрим. Вроде бы уже у меня на балансе должны быть мои неоны. Итак, давайте посмотрим. Их здесь нет. Пустой аккаунт. Поэтому, друзья, это просто циферка на аккаунте. Это горячий кошелек. И мы скидываем все свои деньги на их горячий адрес. Они потом хотят нам это отдают, а хотят не отдают. Я отправил в 9 часов 42 минуты свои монеты. И у меня был пендинг. Хуй пендинг. А теперь... Какой мать его пендинг вообще? Ё-моё. В смысле? Отправьте всем в один клик скрипт. Напишите базу данных. Слейте. И просто раз. И всем отправьте равное количество монет. 500 долларов была аллокация. Дополнительная была 1000 баксов. Друзья, мне просто не подтвердили транзакцию. Еще и вернули мои монеты. Я их просто вывести не могу с коинлиста. Наглость это, конечно, второе счастье. И теперь моя финальная точка в этой истории с коинлистом. Мы с вами помним циферку 2 миллиона 500 тысяч монет. И, друзья, после листинга монеты у нас на коинлист уходит транзакция в 2 миллиона 500 тысяч монет. На гейт. Кто это сделал? А теперь скажите. У кого было 2 миллиона 500 тысяч монет? Если людям должны были отдать вот столько. 5 тысяч монет. 5 тысяч монет максимум. Максимум. У кого же это было 2 миллиона 500 тысяч монет? 11 часов назад. Угадайте у кого? Наверное, у коинлиста. Как я вижу схему коинлиста. Почему они сейчас выводят всем постепенно. Не всем сразу, чтобы у всех были равные условия. А постепенно. Они берут свои монеты. Заводят на гейт. Пока никому не выводят. Скидывают эти монеты на пике. Вот. Потом потихонечку откупают по дну. И отдают вам. И отдают не всем. А постепенно. По 100 человек. 100 людям вывели. Люди что? Взяли. Пришли на байбит. Или на гейт. Скинули дальше. Скинули. Цена упала еще ниже. Они откупили еще ниже. И отдали еще 100 людям. И так постепенно. И на этой разнице. Огромной разнице в 5х. Они зарабатывают свои капиталы. Это уже не в первый раз. У нас CoinList проводит такие схемы. Я уже все это трекаю. Это лично мое расследование. Можете верить. Можете нет. Это все моя выдумка. Личное осуждение. Но я считаю, что такого быть не должно. И такого просто быть не может. Потому что больше ни у кого нету токенов. И как это вообще в принципе работает. Жесть. Поэтому, друзья. Я очень много провел времени на CoinList. Да, были шикарные проекты. Когда раньше этим проектом занимался XCO. XCO ушел. Поэтому сейчас они просто докашивают. И выжимают с этой площадки хотя бы что-то. Поэтому для меня точка, точка, точка. Два кружочка. Я ухожу с этой площадки. И больше участвовать в этой дичандре я не собираюсь. Но люди, думаю, меня не послушают. Потому что у нас у всех жадность. У всех есть жажда наживы. Через месяц эту историю все забудут, друзья. И само собой на DropStep у нас 28% монет в циркуляции. Treasury тоже было разлочено. Обещали не он, что продавать свои монеты по маркету не будут. Я не могу это подтвердить, продавали они их или нет. Но вроде бы, друзья, как бы это все на экосистему. Зачем? У вас столько же бабок. Вы ж только собрали деньги. Зачем вам еще ваши монеты скидывать по маркету? Это ж на развитие экосистемы. Зачем мне отдавать мои монеты, моего проекта? Если я в него верю, ё-моё, что ж вы продаете нужное? Продают только ненужное. Поэтому, друзья, для меня все это такой схематоз. И я, пожалуй, с этого буду потихонечку сваливать. Потому что это лютейшая жесть. Вот эта транзакция. Оставлю ее по ссылке в описании. Посмотрите, может вы что-то новое найдете. Но давайте посмотрим, как сейчас. Вот всем раздают постепенно. Можно всем раздать в один клик. А не каждый час по 100, по 50 кошелечкам. Как такое вообще быть может? Ё-моё. Как это происходит? Это ж так легко взять, скрипт, написать, слить базу своих пользователей, их кошельки в один клик. Раз, и всем завестили. Друзья, я участвовал в крутых проектах, когда происходит ТГЕ. Всем, у кого есть вестинги, начисляется практически минута в минуту. Это очень легко делается. Поэтому Койнлист лютая схематозная корпорация зла. Надеюсь, я вам помог, поставил точку в этой истории. И вы больше этим заниматься не будете. Потому что я еще раз вам говорю, айдиоплощадки и инвестиции в венчур, это самый высокий риск. Говорил об этом еще два года назад. Год назад говорил. И даже еще месяца два назад предупреждал, что, друзья, это самый высокий риск. Плюс, нету у них даже ликвидности, мать его, на их про трейдинге. Есть у них приложение Койнлист с оценкой 2.3 на Google Play Market. И, друзья, у них даже оценка 3.4 на Trustpilot. И тут такие шикарные, правдивые комментарии. Very fun, мать его. Да, очень very fun, когда я просто не могу вывести свои монеты. Наверное, это проблема у Соланы, что transaction is pending, и транзакция идет 6 часов. Наверное, это Солана виновата. Она ж, наверное, падает. Да, наверное, Солана. Какая, мать его, Солана. Люди, там какие-то индусы сидят руками, просто эти монеты выводят или отменяют, потому что у них нету монет на балансе. Их просто нет. Они их вывели на гейт, продали. Сейчас откупают постепенно и будут потихонечку нам их отдавать. И будем мы с вами, друзья, продаваться по дну. Если повезет. Поэтому, друзья, мне, в принципе, какать хотелось на эти 500 долларов. Но я считаю, что это никуда не годится. А почему все так, в принципе, происходит? Потому что нету управы на этот коинлист. Хомяки дальше и дальше заносят сюда свои деньги и монеты. И, друзья, я вам так скажу. Я потратил на поддержание своей кармы. Знаете, сколько? Примерно 12 тысяч долларов я потратил за этих 2 года. На то, чтобы вот такую карму иметь. И что я, в принципе, получил? Геморрой на сраке. И вот то, что они сейчас делают. Платформа никак не изменилась за этих 2 года. Все, что изменилось, это немножечко интерфейс. Уехал влево. И изменился логотип. Ё-моё! Какие большие вложения вы, конечно, делаете. Но бабки, они косят сумасшедшие. Мы считали, они просто ярды клепают на комиссиях. И на том спреде, который у них на их неликвидном говне на про-трейдинге. Может быть, после этого ролика мой аккаунт забанят. Но я колупал у вас коин-лист. Надеюсь, друзья, именно за это вы цените мой канал. Потому что мой канал не подписывает контракты ни с кем. Ни с биржами, ни с площадками. Не берет рекламу. Именно поэтому я свободен. И могу какать на все эти площадки. Если завтра Binance сделает такую Dichandra или OKX или кто-то еще. Я вам это обязательно покажу, расскажу. И мы сто пятьсот раз их перевернем и просто закидаем какашками. Потому, друзья, лайкос за видос. Подписка в Twitter. Потому что я здесь почу очень много полезной информации. И, друзья, вот что пишут люди. Где мои мать его токены? Почему все пендинг? Хуя пендинг, ё-моё. Поэтому, друзья, подписываемся на Twitter. Здесь пишу очень много полезного. И скоро уже столько подписчиков. Помогите мне быстрее их добить. Мы пока едем дальше. Завтра, друзья, обещанный мною ролик про обзор монет. Про мои цели. По всем монетам, которые мы покупали за этот год-два. Потому ждем. Жду завтра вас. Вы два часа дня по Киеву. Вот такие дела. Все. Всем пока, друзья. Я пошел отдыхать. Сегодня без длинного прощания. Не потому, что срака горит просто. Ну, вы себе не представляете. Некоторые люди мне говорят. Кирюха, что ты несешь? Ты этого такого быть не может. Не может такого быть, что у них такая схема. Серьезно. Не может быть. То есть, вы считаете, что они такие честные. И вот я оставлю. Другие люди ставят транзакции на вывод. Да? И никому ни хрена не приходит. Ну, никому просто реджектят эту транзакцию руками. Ё-моё. Да вы что, издеваетесь? В общем, друзья, у кого есть возможность, заходим, ставим единицу Коинлисту в Google Play Market. Пишем отзыв. И заходим, самое главное, на Коинлист в Trustpilot. Вот сюда. Ставим оценку 1. И пишем мега шикарный отзыв. Говнина там. Тралала. Ну, вы, в общем, слова сами подберете. Я думаю, что вы лучше меня понимаете, что писать в таком случае. Вот так мы с вами, друзья, будем влиять на конкуренцию в этой индустрии. Я считаю, что такие площадки, которые вот так поступаются со своими юзерами, должны закрываться. Как-то так. Все, друзья. Всем профита. Всем удачи. Всем пока. Хорошее настроение. Всем, надеюсь, отдал. Хотя какое, мать его, хорошее настроение. Гляньте, что творят. Самое главное, что биточек стоит крепко и никуда пока не рыпается. Понятное дело, что не заработали. Немножко досадно. Немножко обидно. А представьте, еще есть люди, которые покупали мультиаки у разных торговцев, которые продавали им 100-200 аккаунтов. Дороже, чем, в принципе, они заработали. Друзья, представьте, что будет. Они даже в ноль сейчас не выйдут. В минуса. Жесть. Почему инвесторы, которые отдают вам свои деньги, должны быть в минусах? Сделайте так. Приведите такого маркетмейкера, чтобы они вышли в плюс, а не в минус. Фу, скометроны. Все, Сашка, я ушел, потому что жопа горит. Мама не горюй. Надеюсь, вы сами сделаете свой дуэон ресерч и как-то посмотрите, что они там делают. И напишите, пожалуйста, в комментариях, вы вели ли вам, успели ли вы продать. Потому что, если да, есть люди, которые успели продать, так это еще больший схематоз. Почему? Потому что кому-то уже вывели, а кому-то нет. Это и рождает нечестное распределение. Такого быть не должно. Должно быть всем одинаково. А не чтобы кому-то вывели сегодня, а кому-то через неделю. Что это вообще за бред? Что это за бред? Я не понимаю. Буду дальше выпускать такие ролики. Если буду находить вот такую всякую дичандру, и будем с вами не только показывать всякие монетки и зарабатывать деньги, а и разоблачать всякую вот такую дичандру. Фу! Чистить будем криптоиндустрию. От этой я буду такой судья-дред этой криптоиндустрии. Все! Вы меня просто выбесили. Я, блин, полтора года терпел эту дичандру. Почему терпел? Потому что ты можешь терпеть, если ты хотя бы зарабатываешь. Но я уже все. Все. Я исчерпался. Раньше Queenlist была топовая площадка. Все было очень быстро. Да, были очереди. Но было все все равно очень быстро. Сейчас техподдержка отвечает по два часа. Ничего здесь полезного вы не найдете. Только будете отдавать свои бабки, платить комиссии. Да тут комиссия, блин, за то, что... Что ты, гляньте, вот buy and sell. Хочу биткоин сейчас купить, да? Вот гляньте. Грузится два дня. Вот хочу купить биткоин за тезеры. Беру, значит, что? Макс. Превью ордер. Глянем сейчас. Сколько комиссии? Давайте посмотрим на комиссию. 10 долларов, мать его. Сколько? 36. Ты дешел? 10 долларов комиссия за покупку. Еще, кстати, если вы будете продавать еще одна комиссия. Так, идите вы... Короче, вы поняли. Все, Сашка. Надеюсь... Ох, горение. Ребята, раскидайте данный ролик своим друзьям, чтобы они бежали с этого коин-листа. И если люди будут об этом говорить только тогда, из-за того, что будет отток пользователей, они или начнут это менять, или закроются к чертям собачьим. И придет достойный конкурент. Потому что пока эти ребята загребают столько бабок, они могут делать, что хотят. Надо таких наказывать. Не, блин! Как бы там ни было, что бы ни было с этой площадкой, это никак не повлияет на наш с вами дальнейший путь в этой криптоиндустрии. Она очень интересная, очень крутая, потому если одно говно пытается что-то там сделать, какие-то схемы мутить, это нам не мешает двигаться дальше. Поэтому, друзья, смотрим, учимся, ресерчим, получаем опыт. Иногда он приятный, иногда он полезный, иногда он негативный, но без него никуда. Потому, друзья, с улыбкой покидаю вас. Всего лишь таки до завтра. Всем пока, до связи. Увидимся, криптоны. Держимся. Покеда. Редактор субтитров А.Семкин